Город-спутник Бреста Жабенко с каждым годом обновляется, динамично растет и развивается. Здесь активно строится жилье, ремонтируются дороги. Совсем скоро своей двери детишкам распахнет новый детский сад, а благодаря будущим объектам, торговому и логистическому центрам появятся дополнительные рабочие места. Все это стало возможным сегодня благодаря тому, что 78 лет назад, 21 июля, в ходе кровопролитных боев удалось освободить город и район от немецко-фашистской нечисти. Жители Жабенки свято верят, что победа стала возможной благодаря покровительству Пресвятой Богородицы. Ведь настоящим знаком свыше стало то, что дата освобождения города совпала с одним из самых любимых в народе православных праздников – днем Казанской иконы Божьей Матери. В этот день в храме Покрова Пресвятой Богородицы отслужили праздничную литургию и благодарственный молебен. Помолиться за ступнице рода христианского, а именно так называют Божью Матерь, пришло множество людей. Вместе с горожанами в этот день на службу в церковь пришли и руководители города. Совместная молитва за мир, благополучие и процветание города и страны – лучший способ отметить двойной праздник. Сегодня, вспоминая подвиг, мы благодарим людей, мы преклоняемся перед их мужеством, стойкостью. Но, как люди веры, мы не можем не благодарить Бога за то, что Он помог нам. И то, что город Жабенко был освобожден в такой великий праздник, праздник Казанской иконы Божьей Матери, для нас это вдвойне радость и большой праздник. Храм посвящен Божьей Матери в Жабенке, покрову Пресвятой Богородицы. Значит, невидимым образом этот покров простирается над всеми жителями. Молились люди сегодня, конечно, я так думаю, о мире, чтобы мир был на нашей земле, чтобы покров был Божьей Матери всегда над нами, ну, чтобы люди были здоровыми. Что нас главное сейчас волнует? Окружение, то мы же видим, что творится в мире. Конечно, за мир мы молились, и чтобы нас Божья Матерь не оставляла. Люди все просят, наверное, чтобы был мир, чтобы у всех было здоровье, потому что мы помним недавние события, которые не хотелось бы, чтобы повторились, чтобы не было войны, чтобы все жили под мирным небом. У нас просто уже традиция такая, у нас каждый год наше руководство посещает в этот день храм. Это большая такая подспорья и нам, что власти, ну, с Богом все заодно мы. В этот день жители Жабинки и района услышали не только праздничную проповедь настоятеля. К прихожанам с добрыми словами поздравления обратился руководитель города Вадим Кравчук. Он подвел итоги проделанной работы и анонсировал будущие проекты, подчеркнув, что люди – самое главное ценность Жабинки. Это двойной праздник, и это праздник Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, которая на самом деле нас охраняет, наш город охраняет, дает нам возможность развития, и самое главное – сохранять мирное небо над головой. Как никто, наши горожане это ощущают, потому что в 50 километрах от нас происходят совершенно другие действия, и когда люди находятся в землянках, в погребах, в бомбоубежищах и так далее, это совсем другое. Поэтому пожелал, прежде всего, нашим горожанам это мирное небо над головой, здоровья, чтобы побольше рождалось у нас деток, чтобы у нас была хорошая демография, когда рождаются дети, и жизнь двигается совершенно вперед. Есть ради кого трудиться, есть ради кого стараться, есть ради кого создавать и реализовать новые проекты. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктово». Продолжение следует... hospitals... ПЕСНОМ